День всем добрый! Недавно натолкнулся на очередной развод в интернете. Причем развод, как оказалось, по факту довольно крупный. И он существует в виде довольно крупной интернет-площадки, как выходит. Площадка называется FunPay. И если кому интересно, она занимается именно тем, что они предоставляют сферу услуг, когда выступают в качестве посредника при прокачке различных онлайн-играх. То есть различные услуги, продажа золота, продажа персонажей, прокачка персонажей. И самые различные игры ArcheAge, Black Desert, WoW, WoW, World of Warships и все это онлайн-игры. Они, ну типа, выступают посредниками между покупателем и продавцом. Вот. Ну, вся эта история, в моем случае, она началась примерно... Ну, не примерно, тут даже можно посмотреть, когда она началась. Вот, 6 сентября. Примерно за месяц, до 6 сентября или за полтора, релизнулся Classic WoW. Вот, кто не знает, это, ну как, классический World of Warships. Близзы сделали и подняли у себя на серверах. Вот. И в него можно все так же играть. И можно заходить качаться. И наслаждаться процессом, ну, игровым, соответственно. Вот. Так как я в студенческие годы немного подрабатывал тем, что занимался прокачкой. И на персонажей путем мультибокса World of Warcraft, когда это... Когда он еще был в районе БК, да, то есть Burning Crusade, и Lich King, и потом еще Cataclysm и Pandaria. Да, я вот это вот все время подрабатывал. Я прокачивал учетки мультибоксом. Вот. И для меня это не составляло никаких проблем именно прокачать быстро большое количество учеток. Вот. Ну, как, я уже давно этим не занимался. Лет 6 я уже этим не занимался, по факту. Но, ну, реализнулся, соответственно, Classic World. Мне захотелось пойти поиграть в него немножко, посмотреть хоть что там и как. Но мне не хотелось сделать это за бесплатно. И, соответственно, я стал искать пути, при которых я бы мог поиграть в Classic World, да, и посмотреть, что у них там у близников получилось. И, с другой стороны, я бы мог на этом подзаработать. Вот. Процесс прокачки в Classic World, так как он довольно долгий, то есть это где-то, ну, в самом святом случае, если играть в районе 10 часов в день, то это будет займёт около 15 дней. То, как бы, играть просто так мне вообще не хотелось, потому что мне дико было жалко своего собственного времени. Вот. Я стал искать врёб вариант, и я наткнулся на такую интересную площадку, как FunPay. Вот. FunPay, площадка FunPay, они заявляли, что они выступали именно в качестве посредника, ну, выступают в качестве посредника между покупателем и продавцом. И они фактически являются гарантом того, что не кинуть ни того, ни того. Вот. Ну, мне эта позиция, конечно, сразу же понравилась, потому что, ну, технически, если есть какой-то гарант, да, который, ну, предоставит определённую степень надёжности сделки, да, то есть, когда фактически он будет защищать и мои интересы, интересы драйвера и интересы продавца, вот, то, как бы, почти точно не кинут. Вот так вот, я думал. Вот. Примерно 6 сентября у меня появилось окно в районе одного месяца, и я решил, в общем-то, пойти поиграть в WoW, решил, ну, создать заказ, да, о том, что я прокачаю учётную запись. За 15 тысяч рублей 1.60 на американском сервере любого персонажа, фактически, и профы. Вот. Тут же, вот это вот тоже меня сразу удивило, тут же куча заказов появилась. Ну, желающих куча появилась, но... Вот. Единственное, что, конечно, я думал изначально, что просто есть спрос, потому что, ну, классический WoW, он только релизнулся, и просто есть большой значительный спрос на людей, которые будут прокачивать эти учётки. Ну, на качественный кач, да, я не качу ботингом, да, там, вот, не качу АФК-стоянием там где-нибудь. И, как бы, я думал, да, что просто, скорее всего, мне такое большое количество людей пишут именно по причине того, что есть спрос, и меня это порадовало. В итоге, где-то на 12, ну, на 12-й праймить месседж, да, так, 12-й ПМ-ку, мне попался чувак, вот тут написано, Кэлли, Кэти, Кэлты, вот, она онлайн сейчас. Вот, мы с ним стали разговаривать, и он решил купить у меня кач, да. То есть, он мне даёт персонажа, Вариор, 10-й левел, и я должен буду за 15 дней вкачать 3 профи и взять 60-й левел. То есть, я 10-60, вот тут написано, брал, профи NGI Майнинг, 1-300, и Ферстайт, только единственное, что 23 дня, да, всё-таки. Не 15, а 23, вот. Ну, что сразу, как бы, порадовало, он мне почему-то сразу, ну, как, ну, поговорили-поговорили, он мне тут же написал, что давай создавай заказ, я покупаю. Ну, опять-таки, я подумал, что просто есть спрос и нету качественной прокачки. Вот, и это, конечно, очень большая ошибка от меня была, потому что я понимал, на какой я рынок иду, и что тут кидают направо и налево почти всегда. Вот. Вот тут вот есть интересные моменты, сейчас я поскрулю вниз. Если хотите, потом поставьте, ну, как, постопорите запись и почитайте переписку. Вот, я качал, как бы, учётки, да, я присылал ему каждые 5 левелов скрин, и учётку я прокачивал. Он мне дал логин, пароль от учётки, и ещё учётка была на брелоке World of Warcraft, да, то есть я не мог. То есть без кода зайти. Вот, 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 вот. Теперь, в общем-то, к сути конфликта. Примерно после 12-го дня прокачки, когда я наиграл на учётке 140 часов, когда я вкачал профессии до 240, ну, 240, на 240+, да, там были, на всех трёх профессиях, когда я стоял в зубфораке, ну, как там... Ну, короче, в нижней локации, в левом материке, Гангадзан вроде назывался город, вот. На 50-м левеле, когда я потратил 140 часов, 140 часов, когда я всё это, ну, вкачал до 240 левела, я взял 50 левел на персонажа, и оставалось буквально уже 3 дня на прокачку, на остаток, да, то есть надо было просто где-то ещё 35 часов поиграть на учётке, чтобы взять 60-й. Внезапно, в общем, ночью, внезапно, ночью, когда я спал, на учётку прилетают баны. Вот, этот калты мне пишет и сообщает мне о том, что им учётку забанили, клиент паникует и как бы не знает, что делать. Вот, мы с ним стали разговаривать, я ему пишу о том, что если учётку забанили в первый раз, то, скорее всего, её разбанят. Надо просто попросить близиков и сказать, что, ну, так делать больше не будешь. Соответственно, ну, разумеется, учётку забанили за бота. То есть каким-то непонятным образом учётку забанили за бота. При том, что я играл руками и я вообще бота не использовал. Ну, то есть мне заплатили, вот, как тут написано, вот 17 тысяч рублей за то, чтобы я потратил, да, условно, 180 часов и руками прокачал этого воина, 1.60, ну, 10.60 и прокачал ему профи. Вот. Бота я не юзал, вообще не юзал, даже совсем не юзал. Порой на учётку и при этом заходил хозяин, якобы, хозяин, да, и который делал на ней какие-то свои действия, который, ну, как бы, ходил в данжи, покупал маунта, там, помню, и, ну, баловался, немного бегал по локациям. Вот. Примерно, в общем-то, ночью на 12-й день, да, учётка вылетает непонятным образом в бан. При этом у него на аккаунте были две учётки и по какой-то причине в бан улетели обе. Так вот. В бан именно обе учётки улетели. Не одна учётка улетела, да, которая была на аккаунте, ну, на которой я играл и на которой бы, ну, якобы, ботил. А именно улетело две учётки у него в бан, которые, ну, две учётки были на одном Blizzard аккаунте. Вот. Стали разбираться. В общем, стал Келту писать, что, мол, ты, мол, ботовод, ты у клиента забанил учётку, учётка очень дорогая, у него там куча айтемов, прочего хлама, куча, куча игр от Blizzard. Вот, ты такой нехороший человек, я тебе нихуя не должен. Вот всё. Вся суть конфликта. При этом я тут же на второй, на третий день нажал, пожаловался администрации, чтобы сюда пришёл сотрудник и помог мне этот конфликт решить. Вот, сотрудник пришёл примерно после 24 часов, как я нажал кнопку пожаловаться, написал несколько сообщений и сказал, что он передаёт именно наш конфликт в арбитраж, в ихний арбитраж. Вот, это произошло примерно где-то уже, где-то в районе 22-го числа, да, 22-го сентября. Так вот где-то это примерно произошло. Вот, и с тех пор конфликт совершенно никак не решается. И не решался вообще никак, такое чувство. Такое чувство, что именно сотрудник, вот тут как Сергей написано, вот тут видно, сотрудник Сергей, вот, который якобы что-то там где-то передал в арбитраж, меня банально с человеком Келты кинули. Вот так вот, такое чувство. Такое именно чувство, что эти чуваки, они просто банально вкачивают учётки 1,80, и потом продают их за, соответственно, какую-то свою цену. Вот, при этом кидая драйвера, то есть человека, который непосредственно эту учётку качал. Вот, так как, по сути, на американских серверах и на европейских серверах, если много будет, учётки бани, то именно 60-й уровень на классическом обе никак не возьмёшь, потому что учётка, она раньше в бане окажется из-за ботинга. То есть это всё палится, и это всё видно. Вот. Поэтому, соответственно, такое чувство, что именно вот эта вот площадка, сейчас администрация фанпея, и вот такие вот непонятные люди, как Келты, они используют для того, чтобы набирать 15-летних школьников и их кидать. Соответственно, потом на 15, на 17, вот так вот, тысяч за прокачку персонажа, да, там, когда они убьют 15, ну, 15 дней в работу. Ну, 150 часов, это 15 дней, да. Вот так вот. При этом нам, на то, как они меня кинули, они, скорее всего, устроили развод именно с почтой. То есть я на учётную запись, которую мне дали, я на неё ни разу не заходил именно через браузер. Я на неё всегда заходил в игру, и я не заходил на первую учётную запись никогда там, потому что мне сказали качать персонажа именно на вторую учётную запись. Вот. Такое именно чувство появилось, что сотрудник вот этого вот фанпея и Келты, они просто поменяли именно почту на учётную запись, и у них была как бы вторая учётная запись, Blizzard, да, с двумя аккаунтами, которые были забанены специально с целью того, чтобы меня кинуть, на деньги. Вот. И мне ничего не платить. А сейчас именно они пытаются это спустить на тормозах, да, и меня откровенно динамит. Вот. А вот такой вот интересный способ развода, как оказалось. Площадка фанпэй не является фактически посредником, когда дело доходит до сделок. Площадка фанпэй фактически кидает людей. И, скорее всего, у них это стоит на потоке. И фактически, так как, по сути, область, где мы, ну, где, соответственно, осуществляется прокачка, она является серой. То есть она законодательством не регулируется, не регулируется, то никто ни за что отвечать тут не будет. Вот чем дело. И, скорее всего, у них поток из людей, которых они кидают так или иначе, постоянно, и это для них норма. Вот такой вот вывод я сделал по итогу работы на площадке фанпэй, по итогу того, как я 15 дней на ней проработал, и по итогу того, каким образом меня продинамил человек, да, который якобы является там авторитетом, как мне сказал сотрудник Сергея, у которого 50 заказов. И, соответственно, меня кинул, скорее всего, сам сотрудник фанпэя. На вопрос, зачем им это делать, ответ, скорее всего, тоже довольно простой, они, скорее всего, все в доле. У них это все стоит на потоке. Вот. Ну, фактически, из этих 17 тысяч, да, вот, которые Келты якобы мне заплатил, 10% это отступные будут у площадки, то есть, 1700, то есть, я, ну, он заплатит площадки по завершению заказа. Вопрос. Если, как бы, Келты платит 1700 рублей площадке фанпэй по завершению заказа, то почему сотрудника Сергея, я ждал 24 часа, это раз, и почему сотрудник Сергей не появился в момент заключения нами сделки, и почему он не рассказал о возможных аваритетах того, как меня может кинуть заказчик, или заказчику о том, как его может кинуть исполнитель, и какие действия мы должны предпринять, чтобы, соответственно, ну, не дать заказчику сомневаться, что мы его кинем, и не дать исполнителю сомневаться, что его кинуть. Вот, как оказалось, например, на площадке фанпэй очень много именно сообщений примерно такого содержания, типа, прокачаю учетку 1.20, да, вот как вот World of Warcraft Classic, 1.20, 20.40, 40.60, то есть люди откровенно делят вот именно Лелу, и никогда не берутся за крупные такие заказы по 17 тысяч, по 20 тысяч, потому что, скорее всего, они именно сталкиваются с тем, что их постоянно кидают. Вот, и именно арбитражу ничего не делают, то есть, скорее всего, кидают площадки фанпэй, вот с чем дело. Вот, при этом они выполняют вот именно каждые вот эти вот отдельные заказы, они выполняют их по отдельности, ну, то есть, 1.20 качают ему и оплачивают, 20.40 качают ему и оплачивают, 40.60 качают ему и оплачивают. Вот, вот, потом, например, я как почитал еще тут записи делают, полные, ну, стопроцентные записи процесса прокачки, и выкладывают потом все это на YouTube, ну, либо, соответственно, на любой другой стриминг-сервис. Опять-таки, я поставил небольшой эксперимент, после того, как меня кинули. Я зарегал еще одну учетную запись, тут примерно 23-го числа, и я написал примерно следующее. Я прокачал учетную запись Америка, 1.60. Я прокачаю профи за 15 дней, и я поставил цену 14 тысяч рублей. По сравнению, по итогу, по сравнению с тем, что было на моей первой учетной записи данного фанпэй, когда я тут же получил 15-20 месседжев, я тут же нашел заказчика. Во-втором, в своем случае, когда я добавил еще, что я буду записывать учет, ну, полностью делать записи, и, соответственно, буду... Ну, поделим, соответственно, да, ну, оплату ловолов, то есть 1.20.20.40.40.60. Мне во второй раз никто ничего не написал. Вообще ни одного сообщения я не получил за 20 дней. Мне надоело ждать, я закрыл, и все. Скорее всего, да, скорее всего, площадка фанпэй занимается тем, что они откровенно и нагло кидают людей, пользуясь тем, что, по сути, их деятельность не наказуема с точки зрения закона. Вот чем занимается площадка фанпэй. Если вы решите когда-нибудь на ней работать, да, либо если вы решите когда-нибудь на ней что-то покупать, то я вам крайне не рекомендую это делать по причине того, что вас, скорее всего, откровенно и банально кинут. И вы ничего с этим не сделаете.